Екатерина Викторовна, вам тоже вопрос. Вот такие у нас остались, к сожалению, дворы. В большинстве своем, да, листья убирают. Управляющие компании хорошо отработали красные линии, но если зайти во дворы, во дворах ужас. Листва есть у нас. Ее довольно много. Ее нужно убирать постоянно. Это, насколько я понимаю, территория обслуживания управляющей компанией Житворимбудсервис. Специалісти объезжают регулярно дважды на неделю территории, дают доручения управляющим компаниям, дворники працюють. Тобто, чому такая ситуация? Довольно еще держался лист на тополях. Есть такие вязки, где уже всыпалось, а есть очень много, что еще они есть. Поэтому поэтапно они собирают, но хотелось бы, чтобы это было немного динамичнее. Возможно, эта территория просто заболел дворник. Учитывая погодные условия, люди болеют. Делали марк в начале, что есть и текучесть кадров, и болеют люди. Но, взагалей, учитывая сегодняшнюю ситуацию, в принципе, на работу не будет. Я не знаю, что мы не делали с Нового года минимальная заработная плата, которую обещает правительство. Как потом, если дворник, почему не получает минимальную заработную плату? Я не знаю. Это тяжелый вопрос, не только в вашей сфере. Дайте еще торговый центр. То, что Академия Игоревна говорит, последний вопрос. Листва сносятся на сопредельные территории. То есть, владелец торгового центра, возможно, поубирал вот для себя. Это НЮП, насколько я помню. То есть, но листву перенесло с другой стороны, и они говорят, что вот засыпало нас, потому что не убрана территория там вокруг. Ну, коммунальные службы отрабатывают, прибордюрку убирают, все делают. То есть, просто вы должны все понимать, что у нас ответственность солидарная. Если убрал кто-то у себя там 10 на 10, то этот кусок ветром и вследствие того, что лист переносится, занесет там за неделю, за две. И опять будет все надо заново убирать.